друзья всем привет сегодня как обычно поднимаюсь в горку вверх потому что ну как бы эта традиция я хожу в горы очень часто люблю гулять здесь и все такое начал небольшой подъем покажу вам что будет дальше посмотрите где я вот но я только начал свой подъем внизу подо мной город испарта порадуйтесь вместе со мной друзья и не забудьте подписаться на канал поставить лайк я все это делают для вас ну как для себя немножко для души но и для подписчиков следите за мной друзья поехали короче у меня на майке на надпись тут сила духа только носили духа мы можем покорять какие-то вершины вот такой здесь пейзажик у меня горы такие ух я такой тут сижу на краю пропасти такой вот такие вот колючки смотрите если к ним прикоснуться то просто получается на руке воспаление царапины и воспаления и долго не заживает вот у меня на руке такая царапина еще старая она уже давно никак не заживает почему-то вот такая вот ядовитая трава вот и сейчас нам вернее мне а вам со мной вон в ту сторону туда сейчас пойдем по вот этой вот дорожки немножко сейчас я тут слезу с этого обрывчика у меня тут такой вот камушек я на нем сидел так по вот этой вот дорожки потихонечку надо идти идем вверх кустарники вокруг обрывчики вот такие с одной стороны с другой а с этой стороны тоже хочется посмотреть что здесь я по гребню еду вы только посмотрите здесь какой обрыв видно вам вот такие вот обрывы здесь на не видно тут рядом горки но я заберусь выше вот этой горы я буду моя горка еще повыше вот и идем потихонечку как говорится нам же лежит в печали водички с собой взял чай взял у меня рюкзак взял немножко покушать прекрасно здесь местные гоняют на мотоциклах вся дорога в таких пробуксовках вырыта просто мотоциклами здесь на кроссовых гоняют а ветерок задул ладно друзья камеру держать неудобно вот смотрите какие здесь хух пропасти и далеко вниз мне эту пропасть надо сейчас перейти это ущелье и выйти на противоположную сторону и там уже продолжать подъем хух ну как то так вот смотрите как здесь как они здесь гоняют я не знаю на мотоциклах видите ответственное просто пропасти а тропинка вот такая вот то есть с одной стороны улетел в пропасть и с другой стороны улетел они здесь гоняют просто на мотоциклах это как безбашенные такие хух я бы так наверно не смог ладенько друзья пойду дальше хух вот тенечек вы только посмотрите на это как так здесь пасутся буренки на такой вот высоте интересно они меня пропустят мне туда выше надо хоть бы не было бычка а то как-то что-то страшновато он так смотрит на меня не хочет друзья ну что преодолеваем потихонечку вот эти вот преграды я просто не знаю видно вам не видно что там сзади у меня подъемчик конечно жесткий здесь такой курубник вот и вверх мне там еще лезть ой 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 то же самое то есть как-то жесткого то но нам лежит печали я не унываю осталось какие-то метров может быть 400 500 до подъема на вершину я понимаю что я уже практически там вот так вот смотрите как здесь вот такие вот здесь камни глыбы все это сосны красивые такие с шишечками и вниз вот так и там если вам видно где-то внизу далеко видно немножко город на максимум приблизил где-то там видно да там где-то город опа по-стариковски пенсионеры отдыхают вот вот пенсионеры все кто пенсионер все давайте сюда смотрите здесь как красиво здесь очень вам понравится я в восторге просто хух я прямо трогаю здесь когда дождь идет я смотрю из дома это гора она вся покрыта облака в облаке она я так думаю если пойдет дождь что я буду трогать руками облака ну а сегодня у нас погода хорошая нет ни одного облачка на небе все прекрасно видно смотрите как ставьте лайки друзья ставьте это того стоит сюда забраться надо либо хотя бы увидеть моими глазами под не забудьте подписаться поставьте лайк обязательно и смотрим дальше я сейчас буду на самой на самой макушке я покажу вам оттуда все вот такой здесь вид друзья вот такую вот просто не передать дышу полной грудью вокруг лес ну там внизу здесь наверно горе нет леса внизу лес воздух просто сказка пахнет вот эти сейчас молодые шишки зеленые такие и и запах такой как будто кто-то каким-то хвойным дезодорантом прямо или свежителем воздуха набрызгал то есть идешь и ты это вдыхаешь но ты понимаешь что все это настоящее это здесь нет ничего никакой искусственной там я не знаю химии все настоящее и это радует дышишь полной грудью курить бросил еще раз говорю и всем советую рекомендую очень полезно вот в этот раз я полез в горы я намного быстрее забрался но единственный мой косячок прошлый раз я сюда поднимался и везде били ключи было много воды рать то есть родники и все такое я даже вообще не парился о воде я подошел холодной воды набрал попил все в этот раз иду думаю не буду брать воду тяжело нести подниматься все таки потом думаю не возьму маленькую взял короче маленькую и не пожалел потому что я пока я поднялся все родники которые были все высохли лето было сухое жаркое вот дожди это вообще нет и поэтому как бы я бы от жажды уже не знаю разговаривать было не мог с вами сейчас взял с собой чай сейчас поднимусь наверх традиционненько выпью там чаю покушаю покажу вам все и домой все смотрите за мной сейчас с удовольствием с огромным удовольствием выпью чаю купил немножко все сладости дорогу фруктиков сейчас немножко покушаю и здесь очень хорошая такая природа обзор такой я здесь наверно проведу целый день не знаю мне не хочется отсюда уходить просто вот сидишь как и наслаждаешься вот этим всем видом это не передать никакой камерой просто не передать вокруг пейзажи горные ветерок есть такой легонюсенький но он нисколько не напрягает вот смотрите здесь у нас заканчивается такой вот камушек и за ним просто кружится голова насколько здесь все это высоко я могу приблизить насколько могу то есть где-то там видно да где-то там город вот так вот посмотрите какие здесь виды ради этого стоило сюда залезть это просто какое-то наслаждение пейзажами посмотрите здесь как даже не хочется говорить ничего просто хочется посидеть и помолчать настолько это завораживает это правда очень красиво где-то вон там находится озеро гельчуг мы туда ходили пешком не знаю сейчас не сориентируюсь где-то в той стороне я думал я увижу его отсюда но оказывается за горами не видно там тоже очень красиво у меня есть фильм можете посмотреть это озеро я его снимал так и называется озеро гельчуг она про это кратерное озеро вот в нем купаться нельзя говорят там дно просто ну можно сказать его нет люди там тонут пропадают поэтому никто особо там я не видел там чтобы кто-то купался там вода прямо черная потому что дна нет вот таким вот образом я сюда поднялся видите какие тут наверху такие пластушки все такое вот вот в таком чудесном месте я нахожусь и здесь у меня мой термос с выпечкой сейчас я его буду потихонечку есть вы посмотрите как здесь выглядит город только посмотрите дома букашки так если кто-то знает этот город то где-то там самолет должен быть точно не скажу плохо видно а вот это вот гора вот это на которой написано dsi там водоканал ладненько друзья буду отдыхать кайфовать немножко надо расслабиться кстати здесь прошлый раз я когда был здесь висел флаг турецкий нету кто-то его либо сорвал то ли его ветром унесло но флажок куда-то ушел здесь такой флаг шток остался флага нет ладно что-то с этим надо будет делать ладно покушаю потом буду спускаться я вам покажу спуск экстремальный как надо быстро спускаться с таких гор в пределах разумного конечно ну вот друзья я немножко отдохнул немножко перекусил насладился всеми этими видами красотами напоследок хочу сделать такой маленький еще раз обзорчик этого прекрасного места теперь у меня я смотрю вот на вот эту горку я хочу на нее забраться вот она она немножко повыше но она такая более каменистая хочу забраться на нее а потом если получится вот на вот эту это совсем высоко то есть это номер два и номер три это у меня будет самая высокая гора в этой округе Доврас если все будет хорошо я на него залезу и обязательно вам покажу это самая высокая гора которая есть здесь и там плюс к тому горнолыжный курорт но он сейчас не работает ну как бы да под не сезон и подъемники не работают а зимой можно будет на подъемнике подняться и все показать так что ждем зимы вот так вот а теперь пойдем потихонечку спускаться вот смотрите какие здесь виды открываются город весь как и вроде как какое-то пятно маленький мне придется идти вот по таким плитам ну будем потихонечку идти деваться некуда палочку выручалочка я сюда пришел с палочкой выручалочкой но я ее оставил потому что не знаю она мне кажется мне когда спускаешься она не очень-то нужна руки свободные у меня нет потому что хочу вам немножко показать вот так здесь экстремально надо спускаться я поэтому вам не говорю видите какие камни здесь это типа мох что это такое ну в общем если он мокрый то он становится скользкий и невозможно будет спускаться можно будет где-то хорошо упасть вот он город под нами так вот продолжаем спуск такие вот виды здесь такие валуны на валунах кстати я не могу понять от чего какие-то интересные попадаются отверстия вот казалось бы камень монолит но в нем прямо такие отверстия как будто либо бурили или прям круглые или это ну не знаю какой-то бронебойный снаряд какой-то прилетел но как-то так я участвует не вижу попаду но даль дальше попадутся они я покажу потому что мне очень интересно как так от чего это и они как прям выжженные понимаете вот такие прям точки будет там кучно так тун 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 и прям как выжженный камень вот это мне вот кажется странно ну вот типа таких но только это маленькая там есть прям большие такие и их много так где здесь надо тропинку найти по которой лучше спуститься так вот эти все камни висят к ним даже подходить опасно вниз лететь далеко высоко очень приходится вот так ну как говорится нас пенсионеров ничем не напугать залезем туда куда молодым не бывает не залезть а пенсионеры залазят легко почему жизненный опыт большой огромный жизненный опыт знаем куда можно куда нельзя так куда тут лучше ну вот смотрите прям такие отверстия как будто прожженные видите вот и там вода даже здесь есть вода вот дожди шли она глубокая и очень даже интересно как так так там спуститься там не спуститься не знаю как не идти что-то надо выбирать путь такой чтоб можно было красиво спуститься у здесь друзья я наверно не спущусь что-то тут прямо отвесненько так нет тут не полезу пойду дальше обходить умный в гору не пойдет умный гору обойдет он смотрите какие здесь валуны висят просто висят представляете если такой покатится я не знаю куда он докатится наверно до города сколько тонн он весом вот практически мы подошли к началу спуска он смотрите какие елки нарядные шишки такие смотрите они такие красивые их много красавчики вон какие шишки и вот такой вот спуск друзья сейчас я в этот спуск полечу тут такой типа знаете курумник курумник и по нему жестко можно съехать я здесь падал несколько раз как падал поскальзывался тут трава трава на камнях и ты можешь поскользнуться и на пятую точку приземлиться хорошо вот ну как то так да ну вот я деревья показываю там видно какой градус падения до приличный вот такой вот градус и вниз ладно друзья освобождаю себе вторую руку чтобы не благополучно спуститься держите за меня кулаки немножко подустал присел отдохнуть друзья чтобы вы понимали вот я вам просто показываю какой здесь уклон вот по деревьям видите вот такое примерно здесь уклон и вниз и туда вниз катиться наверно таком темпе спускаться я это поднимался я на высоту где-то примерно 800 метров потому что верхняя точка на которой я был она показывает у меня 1800 над уровнем моря а если грубо у нас город находится на высоте тысячи метров над уровнем моря поэтому я считаю что на 800 метров я поднялся вот ну то есть вот так спускаться надо хотя бы вниз еще я так думаю метров наверное 600 700 надо вот по такой дорожке спускаться по дорожке ну вы видите какая дорожка до курумник камни все такое вот такая вот дорожка а потом уже я выйду на там щебеночка такая будет дорога какая-никакая дорога и по ней уже дальше буду спускаться там будет легче так что вот так пойду дальше друзья кто знает подскажите пожалуйста что это за грибы они такие прямо крепкие такие прямо его и не сломать даже он прям вон какие упрямо упруги такие как железные какие-то что это такое то съедобное несъедобное чуть я понять не могу я вообще здесь в округе нигде грибов не видел поэтому не знаю хотелось бы узнать что это за грибы вот первый раз не попались какие-то вот такие подскажите пожалуйста а так у нас вот такие красивые виды вот туда мне сейчас надо спускаться и и передо мной город смотрите вон там далеко отличный вид такой вот здесь вот сидишь как на каком-то балконе деревья под тобой все такое красота невероятная вот я где-то на полпути спустился уже еще мне спускаться далеко вот здесь вот здесь подъемчик такой вернее спуск тоже такой слишком отвесный пойду потихоньку друзья вы только посмотрите какой здесь страшный лес реально страшно я тут один и тишина даже здесь наверху там был ветер а тут тишина прямо гробовая и вот такой вот лес страшный и тут внезапно сразу начинают лезть в голову всякие дурные мысли тут новости такие пришли что дикие кабаны начали подходить городу из-за того что все пересохло в поисках воды я иду теперь и прислушиваюсь слушайте такая тишина даже птиц не слышно как вам такой лес какая-то прямо жуть ладно я аккуратно аккуратно пойду дальше чтобы не нарваться ни на каких местных диких животных друзья иду по дорожке вышел наконец-то начинает потихонечку темнеть в горах сами понимаете чуть-чуть солнце села за гору и сразу темно спешу но увидел здесь такую вещь и просто не мог не остановиться и не снять это это просто в таком месте не ожидал увидеть смотрите кто-то прямо на дороге жёг костер и пил водку бульбаш оригинал откуда такая водка здесь кто такую сюда привез это просто ребята я не знаю смотрите внимательно бульбаш вот это да не мог мимо пройти даже думаю как так то так что здесь кто это у нас друзья белорусы наверно распевали здесь жгли костры ладненько пойдем дальше ну вот друзья я практически спустился миссия выполнена осталось совсем немного я сделал это я просто настолько доволен это такой прямо я сегодня получил незабываемый адреналин как говорится масса удовольствия и всего прочего рекомендую всем активный отдых это активный отдых он дает вам хоть вы устаете это да это утомляет но вы получаете такой заряд я через дня два опять куда-нибудь пойду завтра немножко отдохну и потом и так как бы регулярненько происходит вот и получается думаешь после такого перехода все я завтра не встану я устал ничего подобного ты встаешь у тебя столько сил после этого всего вы только посмотрите здесь воздух здесь невозможно надышаться здесь вот эти хвойные всякие деревья вот они вы только посмотрите они вокруг и создают они такой запах такой просто непередаваемый аромат это дорогого просто стоит поэтому друзья занимайтесь отдыхайте ходите в походы это всегда вам будет только на пользу я всех призываю к этому буквально всех независимо от возраста независимо от там здоровья немножко будьте уверены здоровье у вас сразу прибавится это вы просто будете получать моральное удовлетворение от всего вот этого и то же самое у вас будет физическое полное удовлетворение вы посмотрите вот вот такой вот все увидите своими глазами и и вы поймете что это дорогого стоит всех да всем друзья всех всем кто был со мной сегодня огромное спасибо я просто уверен что много людей которые ну мои единомышленники я имею ввиду которые обожают заниматься активным отдыхом не то что там пойти где-то развалиться полежать поваляться там на пляже там еще где-то да это тоже можно это не исключается это даже нужно но иногда делаете себе вот такие вот прогулочки и поверьте мне вы будете довольны и своим здоровьем и своим моральным состоянием и вообще у вас все будет на высшем уровне всем желаю добра здоровья чтобы успехов как говорится в покорении вершин очередные вершины всегда ждут нас вот поэтому давайте стремиться к покорению очередной вершины а на этом я хочу закончить свой ролик мне осталось тут немножко сейчас я быстренько спущусь и пойду домой вот а вам всего доброго пока пока пока